Трамп, президент вновь в США. Ожидание Киева, опасения Киева, план Киева в связи с этим. Я думаю, что мы получим продолжение поддержки Соединенных Штатов, но вопрос уровня ее. Мне кажется, что это будет более существенная, более объемная поддержка, потому что никто, наверное, не хочет, чтобы война тянулась годами. То есть она у нас и так идет три года. Наверное, для того, чтобы ее как-то ускорить течение, нужно все-таки вот этот объем поддержки четко проанализировать, что было сделано, что не было сделано, определить, насколько соответствует уровню ресурсной затратности этой войны со стороны демократической коалиции, ну и, наверное, решить вот эту проблему, проблему дефицита ресурсного Украины по отношению к России и, соответственно, таким образом ускорить правильно течение этой войны. Я верю в то, что, ну и даже не верю, а прагматично на это смотрю, я думаю, что Соединенные Штаты пойдут по пути еще раз доказательства глобального своего лидерства, соответственно, это увеличение объема помощи Украине. Планируются ли какие-то контакты с командой Трампа сейчас, еще до того, как он вступил в должность? И планируется ли о чем-то, в чем-то убеждать команду Байдена и его администрацию, опять же, сейчас, до того, как Трамп пришел в Белый Закон? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что с коммуникацией на уровне окружения Трампа, пока непонятно, ведь команда какая будет сформирована, нужно подождать первое назначение, ну или там уже заявление о назначении, о том, чтобы понимать, какова будет администрация, кто будет занимать ключевые должности, особенно те, которые касаются национальной безопасности, те, которые касаются внешне политических вопросов, для того, чтобы представлять, какая будет стратегия у господина Трампа дальше. Но коммуникации, конечно же, есть. Я еще раз отошлю нас с вами к прямым коммуникациям президента Зеленского и президента Трампа, ну имеется в виду, тогда он кандидатом в президенты был, и, соответственно, сейчас, безусловно, на уровне окружения Трампа, на уровне ключевых персон республиканской партии, конечно же, коммуникации будут. А Зеленский может позвонить Трампу? Конечно, конечно, может позвонить Трампу. Я тут не вижу никаких проблем. Еще раз, ключевое в коммуникациях – это умение четко формулировать те задачи, которые стоят перед собственной страной. И мы видим уже, есть телефонные разговоры и представители Европы, в том числе, например, господин Макрон уже, соответственно, созвонился с президентом, ну, с 47-м уже президентом Соединенных Штатов. И, конечно, мы не видим проблем для прямой коммуникации между президентом Зеленским и президентом Соединенных Штатов новоизбранным Трампом. И, соответственно, не видим проблем, чтобы коммуникации были максимально объемными на разных уровнях. И, соответственно, в обсуждениях поднимались любые вопросы, касающиеся и не только войны, но и касающиеся той роли Украины, которую она может занимать, и, соответственно, той роли страны в новом, на мой взгляд, абсолютно конкретном новом формате безопасности, который будет переформатирован после этой войны, ну, вернее, который будет форматироваться после этой войны. И, соответственно, и на уровне Сената и Конгресса, и на уровне партии, и на уровне президента Соединенных Штатов, конечно же, коммуникации есть и будут. Ну, интенсивность их будет возрастать. Вопрос у меня в связи с заявлением Орбана, которое он сейчас уже сделал после избрания Трампа, о том, он усомнился, что у Европы хватит сил самостоятельно поддерживать Украину в войне против России и предложил пересмотреть участие, да, и эту поддержку. Вы считаете, что Орбан что-то знает про стратегию Трампа в этом направлении? Я думаю, что про стратегию Трампа больше всех знает Трамп, и он об этом будет говорить по мере того, как будет еще раз сформировать и команду, и основные приоритеты работы команды. И, соответственно, мы тогда будем более четко и более объемно понимать планы. Я имею в виду и глобальные планы, и региональные планы. Если мы говорим о Европе, то в Восточной Европе, то и региональные планы господина Трампа. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что, ну, во-первых, давайте не забывать, что завтра президент Украины будет в Будапеште, там будет проходить саммит европейских сообществ, и, соответственно, он будет там выступать, в том числе и по приглашению господина Орбана. На мой взгляд, здесь нужно точно ставить акценты следующим образом. Первая война идет в Восточной Европе. Война о том, будет ли Европа выглядеть так, как она выглядела до начала полномасштабного вторжения, или здесь будут другие правила работать, и, соответственно, Россия будет иметь больше возможности доминировать в Европе. Отсюда вывод, что... И второе. Европейские страны, к сожалению, для НАТО, для Альянса, гораздо меньше инвестировали в оборонные общие, коллективные оборонные возможности, чем, например, инвестировали Соединенные Штаты. Это понятно. И, соответственно, сейчас, на мой взгляд, европейские страны абсолютно справедливо меняют свои стратегии и начинают доинвестировать и военные производства национальные, и, собственно, участием НАТО. Это очень правильная стратегия. И, исходя из всего этого, исходя из первого и второго пунктов, то есть тут до финансирования, а тут четкое понимание тех рисков, которые эта война обнажила, то, соответственно, на мой взгляд, страны Европы будут активно поддержать Украину, независимо ни от чего остального. Но, конечно же, давайте ориентироваться, это четвертое, ориентироваться на то, что рынок вооружений, милитарная компонента и, соответственно, воинские контингенты, складские запасы оружия в Соединенных Штатах гораздо больше, чем у кого бы то ни было на сегодняшний день. И, конечно же, ситуативно, а война это здесь и сейчас, а не завтра, через 5 или через 10, ситуативно, конечно же, поддержка Соединенных Штатов это ключевое сегодня содержание этой войны. То есть, если эта поддержка будет в заявленном объеме, я имею в виду уже в проголосованном объеме, в обсужденном объеме, и эта поддержка будет быстро приходить в Украину, то, конечно же, ситуация и по линии фронта, и вообще с точки зрения войны и мира будет выглядеть совершенно иначе. Кстати, президент Украины об этом неоднократно говорил. Смотрите, если мы скрупулезно выполняем те договоренности, я имею в виду милитарные договоренности, которые есть внутри клуба Рамштайн, ну, условно, клуба Рамштайн, то, конечно же, эта война в паритетном смысле, в математическом смысле будет выглядеть иначе. То есть, если психологически Украина в любом случае вытягивает эту войну, то математически, учитывая объединенные ресурсы России, Северной Кореи и Ирана, ну, противостоять этому объединенному ресурсу очень тяжело, когда твои партнеры не своевременно поставляют ресурсы. Вот это проблема. И, на мой взгляд, как раз-таки вот ожидания, если мы уже говорим о Трампе с точки зрения ожидания, то мне кажется, что здесь как раз-таки бизнес-подход будет справедлив. Есть сделка, есть заключенные условия, есть параметры этой сделки, есть время поставки того или иного вида оружия. Если мы об этом договорились, оно должно быть в то время, когда мы договорились на территории Украины, то есть на территории зоны, где идут боевые действия. Продолжение следует...